Программа на Еврорадею, где мы смеемся над нахабной махровой пропагандой. Основная увага Беларуси, але не забываемся и про российских пропагандистов. Чем далее, тем больше кринжово выглядит тое, что они выдумляются. Сейчас будем разбираться, что до чего. Супрацовники державных установ и предприемствов кинулись окалывать дровы для Европы. У телеграм-каналах правовладных профсоюзов з'явилось шмат таких видео. Люди с сякерами кажуть, что не дадуть суседям змерзнуть. Ну что, Викторович, не дадим Европе замерзнуть? Да, Игоревич, не дадим. Поможем соседям белорусскими дровами. Вы знаете, я уже давно не колол дрова, но ради помощи соседям надо вспомнить эти навыки. Если не успеем наколоть необходимое количество, поможем чурками. Усё гэта – реакция на видео, якое крыху ранее опубликовала пресс-служба Лукашенки. Там он разом с наближенным до тела бизнесовцем Сергеем Цетериным сяче дровы, разважающий про допомогу европейцам, які обыцем бы замерзают. Так. Хороший Александрович. Хороший. Не дадим, Семёныч, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Александрович, вы думаете обо всех? В Европе и о всей планете. Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим. Будем работать. Але, коли вы хотя бы на секунду уявили, что нехта зудельника у гэтага пропагандыского флешмобу сам вырышился чай дровы и публиковать видео в соцсетках, дык вы помыляетесь. Усё отбывается по загадах зверху. Добрый вечер. У нас флешмоб. Сейчас я вам сброшу видео, которое необходимо разместить в социальных сетях у себя, у активистов, и присоединиться. Массово идти и колоть дрова. Чтобы вы хотели, кололи дрова и видео высылали все мне. Так что, уважаемые, жду от вас ваших видео. Спасибо. И кто б им там усим распавел, что Евросоюз замерзать не сбирается, а дровами у вогуля заборонено топить у большинства городов. Пресс-сакратар войскового командования, так званый ДНР, Эдуард Басурин, хотел подлизаться до Путина, а Левый Паткова рубанул правду матку у живым эфиры «России-24». Недавно Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ним не согласен. Может, я и не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Воюем, прошу прощения. Донецкая Народная Республика. Мы воруем за отчизну. Ябатьки и абыяковые дай истории беларусы святкуюць День Народнага Одинства, у некоторых гэта свята отрымливается, як у песни, со слезами на вачах. Только поглядзіця на твары гэтых дятей. Якростой выпадок. Калей цябе поставили ў кадр, памахаць цяжком. Але ты не разумееш навошта. И свята гэтае патрэбны не табе, а нейкому дзеду за тваю спиной. День Народнага Одинства, як ян ёсць. На заканчэння крыху добрага крынжу адмінскіх гэрацкіх вар'ятаў. У жылым кварталі Мінскмір зауважаны Аладзін, як і лецеў над дарогай надыванне самалёця. Ну вось, а вы кажыцца, што з Мінска ўсе з'ехалі. Не ўсе. Як мінімум застаўся Аладзін, ну і той, хто здымаў яго з вакна. Гэта був крынжтыдня на Єврарадзіо. Праспару дзён будзім разбірацца з наступной порціей хлусні і прапаганды. А па кулюсім міру, разборлівасті і добрых праудзівых навінаў. Дякую за перегляд!